Незачарованные острова Ясный солнечный день. Я стою на крыше рубки и, прислонившись к мачте, осматриваю северную оконечность острова Четам, расположенного в восточной части Галапагосского архипелага. На Четаме есть бухта крушений, место стоянки судов, принадлежащих здешним властям. Галапагос, известный также под названием «Зачарованных островов», принадлежит Эквадору. Но официальные визиты отнюдь не входили в мои планы. Я намеревался причалить к острову Саймур, побывать на военной базе, запастись кое-какими продуктами и плыть дальше. Но штили, штормы, встречные течения, потеря мотора спутали мои планы. И теперь, в середине июля, добравшись до Галапагоса, нечего было и думать найти здесь военную базу. По имевшимся у меня сведениям, ее должны были эвакуировать к первому июля. Ну, на всякий случай я решил все же зайти на остров. Вдруг база еще там. Ветер по-прежнему дул с юга, но теперь он заметно усилился. Мне нужно было провести яхту на север, пользуясь сильным южным течением. Я следил за северной оконечностью острова, которая оставалась к югу от меня. Обогнув остров, я повернул румпель, взял курс на юг, рассчитывая одним галсом поздно ночью подойти к Саймуру и пристать к нему на рассвете. Чатам я миновал еще до темноты. Через некоторое время я обнаружил, что меня сильно снесло к северу, несмотря на то, что я учел дрейф. Тогда я передвинул румпель и, спустившись в каюту, принялся за чтение. В этот вечер я читал божественную комедию. Час-другой я наслаждался изящной словесностью, время от времени вглядываясь в ночную тьму. В девять часов я отложил книгу и поднялся на палубу, находясь еще под впечатлением прочитанного. Ветер утих, и яхта покачивалась на легкой зыбе. Паруса болтались, бегучий такелаж бессильно повис, блоки поскрипывали. Наступил мертвый штиль. Всю ночь ветра не было, и вода глухо плескалась у бортов яхты. Я не знал, с какой скоростью течение сносит ее на север. На карте местами была указана скорость в два узла, местами в три. Полной уверенности у меня не было. Карта была превосходная, выпущенная британским адмиралтейством. Но она давно устарела, а другой мне достать не удалось. Всю ночь я пытался определить, далеко ли меня отнесло. Где-то к северу должны находиться три островка — Тауэр, Марчена и Пинта. Если верить карте, это пустынные, безводные, каменистые островки вулканического происхождения. Я внимательно прислушивался, не послышится ли шум волн, разбивающихся оскалы. Поздно ночью тучи обложили небо, и звезды уже больше не отражались в черной воде. Непроглядная темень окутала яхту, и я стал еще внимательнее вслушиваться в ночь. Прошел час. Несколько раз мне казалось, что я слышу какие-то звуки. Наконец я достал из трюма громоздкие весла, вставил их в выключенные, сел в кокпите и стал ждать. Благодаря небольшой осадке и легкости яхты я мог идти и на веслах, и яхта сохраняла при этом хорошую маневренность. Вокруг царила зловещая тишина. С мерцающей поверхности океана не доносилось ни звука. Я посадил котят в аварийный ящик, который сделал для них после случая у острова Мальпелла, и поставил ящик рядом с собой. Ящик хорошо держался на воде. В нем был запас пищи, достаточный для того, чтобы котята просуществовали до того времени, пока их выбросят на берег. Я напряженно прислушивался к каждому звуку, доносившемуся с севера. Прошло довольно много времени. Вдруг с юго-запада потянул порывистый ветерок, продержавшийся всего несколько минут. Он стих прежде, чем я успел поставить паруса. Снова очутившись наедине со своим воображением и ночным мраком, я предался тревожным размышлениям. Что означает этот порыв ветра с юго-запада? Откуда дул ветер, когда я читал? Тоже с юго-запада или нет? Кажется, я ни разу не взглянул на компас. Последние три дня я обеспеченно считал, что ветер дует с юга. Неужели он переменился? Неужели я все время плыл на северо-запад, полагая, что держу на запад? Прошел еще час томительного ожидания. Стояла мертвая тишина. А еще через час я услышал явственный шум прибоя. Шум доносился с северо-запада. Видимо, берег был в милях в двух от меня. Волны с грохотом разбивались о крутые скалы. Я взялся за весла, повернул яхту на восток и начал грести изо всех сил. Грохот прибоя вскоре усилился. Воздух был неподвижен. Паруса полоскали при малейшей волне с однообразным раздражающим шумом. Блоки скрипели, шкоты купались в волнах, с них капала вода. Я вспоминал остров Мальпелла и мечтал о хорошем шторме. Небо на востоке начало светлеть. Я приналек на весла. По правому борту, совсем близко, вырисовалась высокая зубчатая стена, у подножия которой ритмично разбивались волны. В рассеивающейся мгле я смутно видел путь к спасению. Нужно было только обогнуть мыс на восточном берегу. На рассвете, лихорадочно работая веслами, я провел яхту на расстоянии каких-нибудь двух корпусов от скал и, разрезая носом волны, гонимые ветром с юга, стал удаляться от островов. Спереди и сзади, вдоль всего побережья, выселись крутые скалы, у подножья которых бушевал прибой. Взглянув на карту, я увидел, что это остров Марчена, скалистый и негостеприимный. Течение несло меня все дальше. Впереди скал, по-видимому, не было. Немного севернее находился остров Пинта, которого я еще не мог видеть. Судя по карте, это был маленький островок, обогнуть который не составит большого труда. Нужно только миновать его северную оконечность и ждать ветра. Небо было свинцовое, а океан гладкий, как паркет. Я надеялся, что утром поднимется ветер. Ну и после восхода солнца на море был полнейший штиль. Вскоре берега Марчены скрылись из виду, но в милях в двенадцати впереди уже показался остров Пинта. Я никак не мог решить, находится ли он по курсу яхты или нет. То мне казалось, что так оно и есть, то я снова начинал сомневаться. Бушприт, глядя на который я пытался установить курс, все время дергался, как палец у нервного человека. В конце концов, я решил, что независимо от того, лежит ли Пинта у меня на пути или нет, нужно браться за весла. Течение несло меня к островку со скоростью более двух узлов. В южной части острова, неподалеку от берега, был действующий вулкан. Он возвышался над морем более чем на сотню футов, и над его плоской вершиной стоял широкий столб серого дыма. Подножие вулкана спускалось к самому морю, и мне казалось, что вода там должна быть горячей. Рядом тянулся усыпанный галькой пляж, а за ним виднелась высушенная солнцем гора, увенчанная еще одним кратером. Остров был голый, пустынный и засушливый. Лишь кое-где торчали растения, похожие на кактусы, высохшие серовато-бурые кусты и низкорослые чахлые деревья. Да, вид у острова был мало гостеприимный. Я начал грести, когда был довольно далеко от берега, но скоро пожалел, что не взялся за весла еще раньше. Я греб на запад, решив, что это гораздо легче, чем плыть на восток, преодолевая течение. Нужно было пройти около восьми миль. Несколько часов я работал веслами ритмично, делая широкие редкие взмахи, ведь до этого, надеясь, что мне легко удастся обогнуть остров, я потерял много драгоценного времени, работая не в полную силу. Когда яхта приблизилась к острову, я увидел стадо тюленей, резвившихся в воде. Завидев яхту, они высунули из воды свои глинцевитые головы и уставились на меня, похожие на каменные изваяния и вместе с тем на какие-то таинственные призраки. Один из тюленей, не подозревая о моем бедственном положении, подплыл, видимо, желая со мной познакомиться. Он приблизился к яхте почти вплотную, часто ныряя, чтобы увернуться от весла. Я убежден, что мы стали бы большими друзьями, не будь я в это время занят такой напряженной работой. Я с удовольствием ловил бы для него рыбу и кормил бы его из рук. Для установления товарищеских отношений этого было бы вполне достаточно. Вдруг я заметил, что плыву к берегу с угрожающей быстротой. Яхта находилась как раз против середины острова Пинта, и Марчена больше уже не прикрывала его. Течение подхватило яхту и понесло ее вперед. Хотя вулкан оставался в стороне, я чувствовал его горячее злобное дыхание. Не поднимая головы, я греб изо всех сил, пока у меня не свело руки. Оглядевшись, чтобы оценить результаты своей работы, я пришел в ужас. Яхта находилась в каких-нибудь ста ярдах от берега, а до мыса на возвышенной оконечности острова было несколько сот ярдов. Положение казалось безвыходным. Я начал грести с такой лихорадочной поспешностью, что весла скользнули по поверхности воды, и я головой вниз полетел в каюту. Весла выскочили из уключин и упали в воду. Сгорячая, чуть было не бросился за ними, но, прислушавшись к плеску воды у скал, понял всю бессмысленность такого поступка. В каюте было еще три весла, и я хотел спуститься за ними, но, взглянув вокруг, увидел, что и это напрасно. Положение было слишком безнадежное. Обычно я не так-то скоро опускаю руки, но после того, что я увидел, нечего было и думать спасти яхту. До высокого каменистого обрыва оставалось каких-нибудь семьдесят пять ярдов, а мыс по-прежнему был в сотнях ярдов от меня. Якорю на дне не за что было зацепиться. Я ничего не мог поделать. Нужно было думать о спасении собственной жизни. Я стал соображать, за что взяться в первую очередь. Котята. Они сидели в своем ящике. Я бросил их в надувную лодку и вытолкнул ее за поручни, чтобы в нужный момент быстро спустить на воду. До берега оставалось меньше ста футов. Море било о скалы с глухим, но грозным шумом. Надо было подумать о воде, пище и одежде. Но я вспомнил, что придется преодолевать течение при помощи маленьких весел. Нельзя было терять ни минуты. И тут, сам не знаю зачем, вероятно, хватаясь за соломинку, я побежал на нос и бросил в воду свой самодельный якорь. На месте его падения забурлили пузырьки. Якорная цепь размоталась до конца и теперь свободно раскачивалась в воде. Якорь волочился по дну. Я повернулся, намереваясь бежать к лодке и отчалить от яхты, пока не поздно. Вдруг на воде появилась темная полоса, приближавшаяся к яхте с левого борта. Едва я успел схватиться за румпель, как на яхту обрушился шквал, который начал трепать паруса и туго натягивать их, осыпая яхту крупными каплями дождя. Язычник резко накренился. Я торжествующе кричал, видя, что он удаляется от берега, на который теперь с грозным ревом обрушивались волны. Через каких-нибудь двадцать минут, оставив позади пустынный остров, я привел яхту к ветру и спустил грот. Прежде чем взять рифы, я оттащил на место надувную лодку и выпустил из ящика присмиревших котят. Они заковыляли в каюту, должно быть, проклиная море и его внезапные капризы. Я растер их мохнатым полотенцем и завернул в теплое одеяло. Чтобы поднять им настроение, я вынес на палубу удочку, насадил на крючок хорошую наживку и забросил его в воду. Уволень, покинувший меня в трудную минуту, снова вернулся на яхту и уселся на крыше рубки. Я отнес его вниз, чтобы он не мог под дождем. Я повернул яхту на юго-запад, боясь налететь на какой-нибудь островок, расположенный севернее. Сеймур остался к юго-востоку, и я взял курс на Албемарл, самый большой из островов, расположенный в западной части Галапагоса. Я рассчитывал укрыться за островом от ветра, отдохнуть и прийти в себя, а главное — спокойно выспаться за ночь. Ветер был свежий, и яхта быстро шла против течения на юг. В сумерках я заметил серую пенящуюся полосу к северу от Албемарла, простиравшуюся не менее чем на милю. Нет ничего страшнее для моряка, чем рифы, вокруг которых злобно клокочут вода. Огибая полосу рифов, я увидел жалкие останки двух потерпевших крушения судов. Они поднимались над поверхностью воды на несколько футов, одинокие, покинутые и беспомощные. Вероятно, это были суденышки неосторожных рыбаков, слишком резко огибавших мыс. А может быть, течение, или одна из тех приливных волн, которыми славится Галапагос, выбросили эти суда на остроконечные скалы. Я постарался обойти опасное место как можно дальше. Вид изуродованных останков удручающе подействовал на меня. Я отказался от намерения укрыться за скалами и стать на якорь. Вместо этого я направил яхту вдоль северо-западного берега, чтобы обогнуть остров с запада и войти в бухту Тагуз, куда я рассчитывал прибыть на другое утро. За время плавания днище яхты обросло ракушками. Я мечтал теперь о бурном приливе и песчаном пляже, как на жемчужных островах. Воспользовавшись отливом, я мог бы почистить яхту и покрасить ее. Я подумал даже о возвращении на Саймур, чтобы поискать там военную базу, но сразу же отбросил эту мысль, вспомнив останки кораблей возле мыса. Кроме того, я боялся, что какая-нибудь непредвиденная случайность задержит меня, угрожая безопасности моего плавания. Заходить на Саймур не было необходимости, и я решил не делать этого. Милях в ста от меня находился остров Флореана, и я серьезно подумывал о том, чтобы впоследствии привести в порядок корпус яхты у его берегов. Судя по карте, берег там был пологий, песчаный, и, кроме того, там есть почтовый ящик. Таким образом, я убью сразу двух зайцев, отремонтирую судно и отправлю свое длинное письмо Мэри. Кроме того, в глубине души я был уверен, что без посторонней помощи быстрее справлюсь с работой и поплыву дальше. Еще в Панаме я узнал, что почтовый ящик на Флориане существует очень давно. Его установили там китобои, ходившие на промысел мимо Галапагоса. Здесь они отправляли письма на родину и запасались пресной водой, овощами, фруктами и ловили огромных черепах, заменявших им свежее мясо. Когда какое-нибудь судно возвращалось домой, оно обязательно забирало все письма, лежавшие в ящике на берегу. Теперь вместо ящика там стоит пустая бочка. И в наши дни рыбачья лодка, плывущая на северо-восток или какое-нибудь другое судно по пути с островов на материк, забирает всю корреспонденцию и сдает ее на почту в Панаме или Сан-Диего. И, как ни странно, оставленные здесь письма с марками или без марок доходят до адресата рано или поздно. Ночью я вел судно почти наугад, изредка оставляя румпель, чтобы вздремнуть, а на рассвете очутился между Нарборо и бухтой Тагус. Я ввел судно в бухту и поставил его на якорь. Через час я спустился вниз немного вздремнуть и проспал весь день и всю следующую ночь. Бухта Почтовая Бухта Тагус оказалась очень уютной стоянкой. Единственный ее недостаток заключался в том, что там я не смог отремонтировать корпус яхты. Настоятельной необходимости в таком ремонте, пожалуй, не было, но, собираясь плыть прямо до Сиднея, я хотел сперва почистить и привести в порядок свое судно. Океан простирался к западу более чем на семь тысяч миль. До начала штормов оставалось немногим более двух месяцев, и чтобы благополучно миновать опасные воды, задерживаться было нельзя. А очистив корпус яхты здесь, где есть надежная гавань с высоким приливом, я бы сберег время. Здесь же я мог, так сказать, отправить письмо мэри, воспользовавшись старинным дедовским способом. Поэтому я решил на другой день обогнуть Флориану в поисках подходящего места. Но прежде нужно было внимательно осмотреть весь текелаж. Я привязал люльку к грота-фалу и поднялся в ней наверх. За день я выкрасил мачту и прочно затянул болты. Кроме того, я заменил все фалы, поставил новую ванту и покрасил гик. Разобрав блоки грота-гика, я смазал штыри. Потом снял погон и попытался закрепить его прочнее, но мне это не удалось. С тех пор, как погон был искорежен акулой, его нельзя было исправить как следует, но пользоваться им я мог. К вечеру все было в полном порядке, если не считать днища и некоторых мелочей, с которыми я вполне мог справиться во время плавания в свободное от вахты время. Мой храбрый маленький тендер натягивал якорную цепь, словно стремился навстречу непогодам. Я тщательно распределил время с таким расчетом, чтобы успеть наловить рыбы для котят и увольня. Этот плут до того обленился, что не желал самостоятельно добывать себе пищу. Но пока яхта стояла на якоре, он частенько совершал прогулки среди скал, оставляя палубу в распоряжении поплавка и ныружки. Котята, сытые и довольные, дремали в складках лежащего на палубе грота. Время от времени они просыпались и ковыляли к своему горшочку, ящику с песком, который я поставил для них на корме. Потом они со скучающим видом подходили к рыбе, словно желая сказать, «Ну, так уж и быть, поедим от нечего делать», и нехотя отрывали кусок другой. После этого котята выискивали для сна местечко поудобнее. Они растягивались на теплой палубе, валялись в тени поручней, спускались в прохладный носовой отсек. В последнее время они страшно обленились. «Нелегко им будет», — думал я, вернуться к цивилизованной жизни и объедкам с хозяйского стола. Хотя я и совершал далеко не увеселительную прогулку, красота бухты Тагус захватила меня. Не понимаю, почему она не прославилась как один из живописнейших уголков мира. Шириной она была в сотню судовых корпусов. Со всех сторон ее окружали отвесные скалы. На высоких берегах гнездилось множество диковинных птиц, и вокруг стоял несмолкаемый гомон. Бухта представляет собой кратер потухшего вулкана, передняя стенка которого размыта морем. Бухта Тагус пустынна и таинственна. В ее прозрачных водах плавают акулы, тюлени, скаты, морские львы, электрические скаты, рыбы-парусники, угри и пингвины. Да-да, пингвины. Двух я видел собственными глазами. А позднее один рыбак подтвердил, что пингвины действительно водятся в этой бухте. Они были поменьше тех, которых мне приходилось видеть в Кейптауне и на Фолклендских островах. Пингвины плавали вокруг яхты, озираясь в поисках рыбы. Несколько раз они выскакивали из воды, но увлеченные охоты даже не заметили яхты. Бухта Тагус любопытна еще тем, что потрескавшиеся скалы покрыты множеством различных имен. Они попадаются целыми десятками, свидетельствуя, что вопреки распространенному мнению, жажда приключений и поныне живет в сердцах людей. По традиции, суда, посещающие архипелаг, оставляют свои названия на крутом каменистом обрыве. Еще в Панаме я обещал своим знакомым написать имя Язычник большими белыми буквами на высокой скале и теперь начал искать подходящее местечко. В дальнем конце бухты у северного ее края я увидел скалистый уступ, с которого можно было подняться наверх. Спустив на воду надувную лодку, я стал грести легкими металлическими веслами. Когда лодка подплыла к берегу, детеныш морского льва, гревшийся на уступе скалы, неуклюже спрыгнул в воду и, выставив голову наружу, принялся разглядывать меня с таким видом, с каким обычно смотрят на чужеземцев. Он ничуть не испугался меня и вернулся на прежнее место, как только я с ведерком и кистью полез по неровным трещинам на скалистый откос. Вскоре я добрался до уступа. Несколькими футами выше начиналось неровное бесплодное плоскогорье. Справа от меня выселся крутой кратер вулкана, очевидно потухшего. Выглянув из расселины, я увидел свое суденышко, покачивающееся на самодельном якоре. Подобно ореховой скорлупе в тазу, оно четко вырисовывалось на фоне безмятежной голубизны моря и пестроты неровных скалистых стен. Вдруг я заметил какое-то движение у самой своей ноги. Сначала мне показалось, что это уродливый губчатый камень покатился вниз, мягко переваливаясь через скалы. Вот он застыл на месте, словно замер. Большой черный глаз равнодушно глянул на меня. Шероховатый язык высунулся из уродливого рта. Внезапно, с кошачьей ловкостью, зверек повернулся и плюнул в меня какой-то жидкостью. Черный язык высунулся снова. С виду этот зверь походил на ящерицу, но еще больше сходства было у него с драконом. В длину он был около пяти футов. Из спины торчали колючие шипы. Все туловище усеивали уродливые морщины. Лапы заменяли похожие на пальцы отростки. Длинный хвост безжизненно висел. Застыв на месте, чудовище не сводило с меня глаз. В жизни я не встречал ничего подобного. Правда, в Панаме мне приходилось слышать кое-что об этих уродах. Кто-то рассказывал, что на Галапагосе встречаются доисторические виды животных. Некогда архипелаг посетил Дарвин, назвавший здешних животных необычными. И он был прав, в этом сомневаться не приходилось. У меня перед глазами было одно из таких существ. Я не удивился бы, вздумая это страшилище, изрыгнуть огонь. Правда, в этом случае падение мое было бы еще менее удачным. Но и без того от страха и смущения я оступился и упал прямо на ведро с краской. Охваченный внезапным ужасом, я опустился вниз со всех ног, спотыкаясь об острые камни. Добежав до уступа, я едва не наступил на знакомого уже мне морского льва, который с перепугу бултыхнулся в воду. Я приналег на весло и через несколько минут был уже на яхте. Бухта сразу потеряла для меня все свое очарование. Скалы смотрели с затаенной угрозой. Как страшно оказаться в таком месте одному! Даже котятам передалась моя тревога. Сжавшись в комок, они нервно поводили усиками. Солнце скрылось за Нарбора, на воду легли длинные вечерние тени. Гнетущая тишина действовала мне на нервы. — Ну, я ко всем чертям эту бухту, — сказал я котятам. И вдруг появилось оно. В сумерках у Киля мелькнула смутная зловещая тень. Это был тот самый ящер. Ну, или другой, похожий на него. Он плыл, плотно прижав лапы к туловищу, ударяя по воде длинным хвостом и скользя легко, как змея. Нет, это было уж слишком. Я быстро поднял паруса, выбрал тяжелую якорную цепь и втащил на палубу неуклюжий деревянный якорь. В сгустившихся сумерках язычник покинул мрачную бухту и вышел в море навстречу белым гребням волн. Я повернул прочь от гигантского вулкана Нарбора и повел яхту к югу. На обед я открыл банку с консервированной морковью. Ел я прямо у румпеля, поворачивая его ногой. Язычник ходко шел на юг. Через три часа я решил, что уже обогнул остров Нарбора, лег на левый галс и круто к ветру двинулся на юго-запад, чтобы обойти западную оконечность острова Албемарл. Этот большой остров, напоминающий своими очертаниями амебу, находится на девяносто первом градусе западной долготы. Я рассчитывал миновать его ночью, чтобы потом, закрепив румпель и тщательно отрегулировав паруса, вздремнуть, пока яхта преодолеет довольно большое расстояние до Флорианы. Через час после восхода солнца яхта была еще у Албемарла. Флориана, казавшаяся такой близкой, серой грудой, возвышалась в сорока милях от меня по правому борту. К вечеру я надеялся встать на якорь в бухте Почтовой. Яхте приходилось преодолевать встречное течение, и, несмотря на попутный ветер, я должен был целый день бодрствовать у румпеля. Подняв все паруса, я продолжал свою прогулку по южной части Галапагоса. На исходе дня, когда вечерние сумерки уже окутывали землю, я обогнул остров с севера и ввел яхту в бухту Почтовую. Это тихая полукруглая гавань, около мили в длину и примерно столько же в ширину. Слева от меня виднелась группа маленьких островков. Песчаный пляж полого спускался к морю. Недалеко от берега стояла уродливая полуразвалившаяся лачуга. Рядом была привязана к столбу знаменитая белая бочка. За пляжем начиналась путаница голых колючих кустов и виднелась едва заметная тропа, на которую я не обратил никакого внимания. Бросив якорь недалеко от берега, я сразу же отправился на остров. Прежде всего, я подбежал к потрескавшейся живописной бочке и опустил туда объемистое письмо к мэри. К письму я привязал тонкой резинкой пятидолларовую бумажку. Это был ощутимый удар по моему бюджету. Но я хотел, чтобы письмо непременно дошло, и если деньги могли обеспечить его доставку, в чем я далеко не был уверен, жалеть о них не стоило. Потом я постоял немного у этого традиционного маяка, размышляя о том, попадет ли когда-нибудь мое письмо в руки мэри. Спускалась ночь, язычник казался темным пятном на воде. Здесь, на пустынном берегу, мне понравилось еще меньше, чем в бухте Тагус. Подплывая к яхте, я уже не обращал внимания ни на мрачную обстановку, ни на холод. Мысленно я был далеко, за океаном. Я не мог забыть о письме, опущенном в бочку. Настроение у меня было очень грустное. Меня обуревала жажда поскорее добраться до Австралии, но нужно было надолго запастись терпением, так как впереди мне предстояло много неожиданностей. Я рано лег спать и, забыв все дневные тревоги, погрузился в глубокий сон, уверенный, что уже через сутки буду быстро плыть на запад, подгоняемый пассатами. На следующий день, к полудню, днище яхты было приведено в порядок. Яхта лежала, накренившись на песчаной отмеле, подпертая бочонком. Ее стройный корпус был очищен от ракушек и смазан, на что ушел весь мой запас сапожного крема. Приливные волны начали тихонько лизать обшивку. Когда киль шевельнулся, я взялся за свой самодельный верб, моля Бога, чтобы он выдержал. Через несколько минут яхта была уже на воде, и я отвел ее от берега и поставил на якорь. Потом я отдал швартовую, готовя яхту к отплытию. Бросив прощальный взгляд на пустынную бухту, я решительно взялся за фалы, шкоты, якорную цепь и румпель. Пассаты. К вечеру 23 июля язычник отошел уже довольно далеко от Флорианы. Яхта огибала с юга унылые вершины Албемарла. Я надеялся полуночи миновать западную оконечность острова и выйти в открытый океан. Язычнику предстоял следующий этап путешествия, примерно 3000 миль на запад до Маркизских островов. Ветер дул с юга, яхта легко скользила по спокойной поверхности океана. Последняя стая птиц сделала разворот над мачтой и полетела назад к островам. Скоро совсем стемнело и надоевшая мне земля окончательно скрылась из виду. На небе, словно путеводные огоньки, засверкали бесчисленные звезды. Ущербная луна озаряла ночь своим мягким светом. Океан слегка волновался под свежим ветерком, раздувавшим паруса и гладившим мне кожу. Ночь казалась прекрасной от того, что я входил наконец в полосу пассатов, которые помчат меня через океан к Мэри. Воды, лежавшие впереди, славились своим спокойствием. Течение, пока еще северо-западное, вскоре должно было повернуть прямо на запад и нести меня со скоростью тридцати миль в сутки. Ветер, по моим подсчетам, мог обеспечить суточную скорость в девяносто-сто миль в день, и, таким образом, за сутки язычник должен был проходить около ста тридцати миль, что меня вполне устраивало. Это была самая радостная ночь за все мое путешествие. Письмо было отправлено, подводная часть судна освободилась от ракушек, и яхта легко скользила по воде. Утром мне удалось поймать большую морскую черепаху, и теперь я был на три дня обеспечен свежим мясом. А если проверить мясо, как это делают индийцы, его хватит до самых маркизских островов. Погода стояла чудесная. Чего еще мог я желать, кроме встречи с мэрием? К сожалению, моя радость оказалась недолговечной. Я упустил из виду, что пассаты нужно еще найти. В восточной части Тихого океана пассаты не всегда распространяются к северу до самого экватора. Их приходится разыскивать, поскольку между ними и экватором находится так называемая штелевая полоса. Плутать в этой полосе в поисках пассатов занятие довольно неприятное. Стоит на несколько часов подняться легкому ветерку, и вам уже кажется, что это и есть пассат. Но ветерок исчезает так же неожиданно, как и появляется. И тогда мертвая неподвижность воды вокруг яхты. Безмолвие, нарушаемое лишь болтающимися парусами, действует угнетающе. Хлопающие паруса, скрипящие блоки, безжизненно повисшие шкоты, нервируют моряка и вызывают горькую досаду. С каждым штилем течение относило меня все дальше на север. Не раз свежий ветерок надувал паруса, и яхта ложилась на нужный мне курс. Но напрасно я надеялся, что это пассат. Вскоре ветер снова стихал. Через несколько дней яхта очутилась уже севернее экватора. Коварство пассатов было тем более обидным, что я ожидал от них столь многого. Я решил держаться поближе к экватору и плыть на запад, пользуясь попутным течением. Уже в 75 милях к югу от экватора судно, удалившись от течения, теряет ежедневно по 10-12 миль. Но с другой стороны, может быть, лучше уклониться к югу, где течение слабее, но есть надежда поймать попутный ветер, чем оставаться в штелевой полосе под лучами палящего солнца. В конце концов, я решил пожертвовать попутным течением ради надежды найти посад. С нетерпением ожидал я очередного ветра, но появлялся он не сразу и дул порывами. С каждым порывом я продвигался на юго-запад с выбранными шкотами и закрепленным румпелем. Когда дул ветер, я плыл к югу. Когда он стихал, меня снова относило на север. Океан играл судом, как кошка с мышью. Иногда я на целые часы закреплял шкот, не в силах выносить монотонное хлопание парусов и скрип снастей. Я не мог читать, думать, потерял сон. Целыми часами я напряженно искал на воде хоть легкую рябь, поднятую ветром. С первым движением воздуха я поднимал все паруса, используя каждое дуновение, и упрямо искал неуловимые пассаты. 27 июля, через четыре дня после отплытия с Галапагоса, мое отчаяние дошло до предела. В этот день уволень, после нескольких недель праздности на борту яхты, вдруг снялся с рубки и полетел прямо на восток. Это не была обычная его прогулка, слишком уж решительно и уверенно птица устремилась вперед. Я не спускал с нее глаз, пока она, едва заметной точечкой, мелькнув в ослепительно белом воздухе, не скрылась за горизонтом. В судовом журнале появилась об этом событии печальная запись. Еще три дня тяжелым бременем легли мне на сердце. Время от времени, словно насмехаясь надо мной, появлялся легкий ветерок. Целые дни я терпеливо сидел на палубе, иногда жевал кусочки сухого черепашьего мяса. Неожиданно с юго-востока подул сильный порывистый ветер. Я немедленно вытравил шкоты и повел яхту в бак штаг. Люба было смотреть, как язычник весело бежит вперед. Я взял курс на юго-запад, чтобы, лавируя, подойти к Маркизским островам, расположенным на девятом градусе южной широты. Вечером я занес важную новость в судовой журнал. Это были первые радостные строки за всю неделю. Когда в полдень четвертого августа я определил свои координаты, оказалось, что за двенадцать дней язычник прошел тысячу десять миль, больше, чем за целый месяц плавания от жемчужных островов до Галапагоса. Вслед за этим я легко преодолел еще две тысячи миль. Должно быть, это было самое счастливое плавание в моей жизни. Вскоре я на целые дни стал предоставлять яхту самой себе и поднимался наверх лишь в случае крайней необходимости. Язычник ходко бежал вперед в запуски с волнами и облаками, которые всегда одинаковы. Словом, все шло так, как рассказывают любители, сидя на веранде яхт-клуба. Жизнь моя в эти дни протекала безмятежно. С восходом солнца я поднимался наверх и подбирал упавших за ночь на палубу летучих рыб. Рассекая носом волны, яхта наводила на них ужас. Рыбы стаями, как перепелки, взлетали в воздух. Часто они натыкались на паруса и падали на палубу. Каждое утро я находил по крайней мере одну летучую рыбу и отдавал ее голодным котятам. Если же рыб оказывалось несколько, я тоже лакомился ими. Летучие рыбы очень вкусны. Пожалуй, в них слишком много костей, но с ними стоит повозиться ради нежного сладкого мяса. Я предпочитал варить их в соленой воде и ел с острым соусом и галетами. Недурные они и поджаренные на свином сале. Не раз, найдя на палубе одну единственную рыбу, я жалел о том, что у меня на борту голодные котята. У меня было много свободного времени, гораздо больше, чем когда я плыл от жемчужных островов к Галапагосу. Управление моим маленьким тендером отнимало теперь всего несколько минут в день. С наполненными парусами и закрепленным румпелем он легко и свободно несся вперед. Утром и вечером я проверял курс по компасу, днем иногда прохаживался от носа к корме, поглядывая на паруса и выискивая в своем маленьком хозяйстве неполадки, которые могли бы помешать спокойному плаванию. Но все оказывалось в порядке и мне нечего было делать до следующего дня. За все время я лишь изредка менял положение румпеля и ни разу мне не пришлось убирать паруса или брать рифы. Единственное, чем нужно было заняться всерьез, это обмотать материи ванты, чтобы паруса не перетирались о них. Иногда снасти обматывают тросами, но будучи новичком, я не знал, как это делается, и поэтому, разорвав две простыни на длинные полосы шириной в фут, обмотал ими ванты, так что получились мягкие подушки. Каждую подушку я крепко стянул шпагатом по краям и посередине. Потом залез на мачту, перетянул подушки на те места, где паруса соприкасаются с вантами и туго закрепил шпагат. Эти приспособления сослужили мне хорошую службу. До самого конца плавания паруса были в таком же порядке, как и в тот день, когда я впервые нашел пассаты. Погода была великолепная, стояли теплые, но не слишком жаркие дни. Солнце ласково грело, воздух был чистый и свежий. По ночам от холодного течения веяло прохладой, и мне хорошо спалось на палубе под простыней и одеялом. Днем я поднимался на палубу, чтобы определить свое местонахождение или погреться на солнце, посмотреть на дельфинов или поиграть с котятами. Теперь, когда уволень нас покинул, яхта снова оказалась в их полном распоряжении. Часами возились они среди парусов, разосланных на палубе. Я забирался на крышу рубки и наблюдал, как они резвились и играли. Когда поплавок и нырушка уходили на палубу, я старался подружиться с безбилетницей. Но она держалась крайне недоверчиво, что, впрочем, и неудивительно, так как котята то и дело шныряли вокруг ее жилища. Дошло до того, что я вынужден был ставить ей еду и воду внутри ящика. Так редко рисковала она вылезти наружу. Я пытался приучить крысу есть из моих рук, но вскоре убедился, что до тех пор, пока котята на яхте у меня ничего не выйдет. Безбилетница никому не доверяла, она ко всем относилась с презрением, не разбирая врагов и друзей, и предпочитала жить в одиночестве. Проводя на палубе лишь несколько часов в день, я в остальное время мог делать все, что душе угодно. Я решал кроссворды, читал Шекспира, просматривал старые письма Мэри, которые хранились в моем сундучке. Когда мне надоедало читать, я снова и снова складывал и разбирал детские головоломки. Иногда, чтобы усложнить себе задачу, я переворачивал их вверх ногами. Время текло мирно и незаметно, как во сне. Я никогда не скучал, человек с живым воображением не может скучать, оставшись наедине с собой. Дни проходили быстро, я даже не успевал сделать все то, что намечал с утра. Кроме того, с детства самостоятельно зарабатывая себе на жизнь, я привык к одиночеству. Обычно день проходил так. Я просыпался почти всегда на рассвете. Проверял курс по компасу, висевшему рядом с койкой, шел наверх, чтобы взглянуть на паруса и румпель и собрать летучих рыб, упавших за ночь на палубу. Когда я находил две рыбы, и чаще всего так и бывало, одну я отдавал котятам на завтрак, а вторую оставлял на обед. Если же рыб оказывалось больше, я готовил себе их на завтрак, либо жарил на свином сале, либо варил в соленой воде. Завтрак мой неизменно состоял из вареных кукурузных хлопьев или овсянки. Я брал ложку соли на шесть ложек пресной воды, кипятил воду на примусе, сыпал туда кукурузные хлопья, овсянку или другую крупу, и добавлял столовую ложку сухого молока и сахара. Ел я обычно в кокпите на свежем воздухе. После завтрака я читал, играл с котятами, приручал свою недоверчивую пассажирку или наблюдал, как охотятся дельфины. Проще всего обстояло дело со вторым завтраком. Достаточно было поставить крестик в списке моих припасов и выбрать подходящую банку. Меня очень забавляли сюрпризы, которые мне часто преподносили банки без этикетки. После полудня я отдыхал, затем определял по солнцу свои координаты и наносил их на карту. Ближе к вечеру я забирался на крышу рубки и осматривал горизонт в надежде увидеть дымок или парус. Иногда я сидел, наблюдая за морскими птицами, равнодушно парящими над водной пустыней. На обед я всегда готовил что-нибудь горячее, кусок поджаренной ветчины или грудинки и подогретые консервы. Потом я выпивал чашку кофе или чаю с твердыми морскими галетами. И часто я готовил что-то похожее на жаркое из остатков консервов и кусочка соленого мяса или рыбы. Вечером, осмотрев паруса и румпель, я ложился на койку, чтобы почитать часок при тусклом свете фонаря, подвешенного к потолку. Устав от чтения, я тушил фонарь и заворачивался в одеяло. Раздеваться не приходилось, так как в тропиках я обходился без одежды. Но однажды мой распорядок был нарушен. Во время дневного осмотра я обнаружил, что ватерштак ослаб и цепь свисает с нокобу шприта. Я не знал, что нужно делать в таких случаях, но необходимо было принять срочные меры. Осмотрев повреждения, я приступил к работе, как всегда, обдумывая все на ходу и то и дело ошибаясь. Спрыгнув в воду, я стал возиться, пытаясь притянуть ватерштак к форштевню, а волны, подгоняемые пассатом, швыряли меня из стороны в сторону. Провозившись в воде без толку два часа, ругаясь, на чем свет стоит, я решил бросить это дело. Но бросить его было нельзя. Ватерштак поддерживает бушприт, бушприт стеньштаг, а тот связан с мачтой и удерживает ее в вертикальном положении. Я не мог рисковать мачтой в этих пустынных водах и поэтому снова взялся за дело. Эта работа оказалась еще неприятнее, чем, скажем, разбрасывание удобрений. Но нуждаю не такое заставит делать. Пришлось мне оседлать бушприт и свеситься с него, держась за форштевень. Это все же было легче, чем работать в воде около качающейся яхты. В конце концов мне удалось закрепить рым ватерштага в форштевне. Измученный и обессиленный я с огромным трудом перелез через поручни на палубу. Ливер с шумом бился аштаг, остальные паруса скоро наполнились ветром, и яхта весело побежала дальше. После этого мое безмятежное плавание возобновилось. Юго-восточные пассаты подгоняли язычника, океан и ветер оставались неизменными. Летучие рыбы по-прежнему выпрыгивали из воды перед носом яхты или кидались в сторону стаями или поодиночке, сверкая в пенных гребнях волн. Изо дня в день я с удивлением наблюдал, как через каждую сотню ярдов целые стаи этих рыб, ослепительно сверкая на солнце, разлетались во все стороны. Старый бандит и его шайка были грозой этих рыб. Они шныряли впереди яхты и мгновенно набрасывались на ничего неподозревавших бедняжек. Вот уже целые две тысячи миль дельфины сопровождают меня, и я наблюдаю их охотничьи приемы. Все тот же зловещий круговорот, что и у сухопутных животных. Один пожирает другого. У дельфина тупая равнодушная голова, а тело гибкое и красивое. На спине кривой плавник, который обычно прижат к туловищу. Дельфин пускает его вход только при молниеносных нападениях на летучих рыб. Часами следил я за этой удивительной охотой. Наметив себе жертву, дельфин порой преследует ее не меньше пятисот ярдов. Когда летучая рыба в смертельном страхе взвивается в воздух, дельфин не отставая преследует ее по воде. Начинается гонка, жуткая бешеная гонка, в которой малейшая остановка или промедление стоит безжизни. Иногда дельфин выпрыгивает из воды, чтобы лучше видеть свою жертву, и пролетает футов двадцать по воздуху. Увидев летучую рыбу, дельфин возвращается в свою стихию и несколькими могучими рывками оказывается прямо под рыбой, не спуская с нее глаз и выжидая, пока она упадет в воду. Вот летучая рыба падает, а дельфин уже тут как тут, его страшные зубы громко щелкают, мелькают плавники, вода бурлит, и дельфин с довольным видом отплывает в сторону. Сотни раз эти трагические сцены разыгрывались в каком-нибудь десятке футов от меня. Однажды я видел, как старый бандит легко перекусил летучую рыбу пополам. Это произошло мгновенно, рыба, вероятно, даже не успела сообразить, что происходит. Тут подскочил другой дельфин, и прежде чем бедная жертва опомнилась, она была уже съедена. Однажды крупный кальмар выскочил из воды и пролетел сотню футов по направлению к яхте. Плюхнувшись обратно в воду, он очутился рядом с прожорливым дельфином и в ужасе снова подскочил над водой футов на двадцать. Дельфин развернулся и могучим рывком тоже взвился в воздух. Они столкнулись, падавший кальмар и взлетавший вверх дельфин. Толчок на мгновение оглушил дельфина. То, что осталось от кальмара, упало на воду футах в тридцати от места столкновения и было немедленно проглочено другим дельфином. В другой раз я видел, как необычайно крупная летучая рыба, судя по всему, не раз уже встречавшаяся со смертью лицом к лицу, выпрыгнула из воды далеко впереди яхты. Она описала в воздухе широкий полукруг, которому в состоянии следовать лишь очень коварный хищник, и начала снижаться. Но она не знала, что ее преследовали не один, а сразу четыре дельфина, толкавших друг друга и стремившихся вырваться вперед. Вот рыба коснулась воды, бросок, сутолок плавников и дельфиньих тел, щелканье челюстей и такая кутерьма, в которой, вероятно, сами хищники не разобрались, кому досталась добыча. Через несколько дней стайка летучих рыб взмыла вверх перед самым носом яхты. Когда дельфины кинулись к ним, рыбы буквально обезумели. Одни прыгали снова шлепались в воду, другие в ужасе удирали по воде, не в силах взлететь. Небольшая стайка все же поднялась в воздух и угодила прямо в паруса яхты. Двенадцать рыб подобрал я на палубе в этот день. Этим уловом я обязан старому бандиту и его стае. Однажды старый бандит нос к носу столкнулся с летучей рыбой. Она успела увернуться и началась стремительная гонка. Стоя на крыше рубки, я хорошо видел их в прозрачной воде. Рыбешка выскочила из воды и полетела к яхте. Злобный хищник устремился следом. Он прыгнул, ударил рыбу и сбил ее в море. Гонка возобновилась, и рыбешке снова удалось вспорхнуть. Взбешенной неудачей дельфин не отставал. Внезапно рыбешка поняла, что летит прямо на яхту. Она заметалась в воздухе. Внизу был безжалостный хищник, впереди сухая и твердая палуба. Она могла бы нырнуть в воду, а потом, как-нибудь обманув дельфина, снова взлететь, но не сделала этого. Ударившись о рубку, она свалилась на палубу с разбитой головой. Не проходило дня, чтобы на моих глазах не развертывались такие кровавые сцены. Часто, сочувствуя всей душой летучим рыбам, я метал в дельфинов острогу, но за все время плавания мне удалось загарпунить только трех. Огромная энергия сочетается в них с необычайной чуткостью. Стоит только замахнуться, как они кидаются прочь. Я метал острогу в старого бандита по меньшей мере десять раз. С каждым разом на его дряхлых боках появлялась еще одна рваная рана, но его привязанность к язычнику не ослабевала. Он сопровождал меня до самых рифов, где я едва не утонул. Убитых дельфинов я разрезал на куски и вялил мясо на солнце, развесив между рубкой и погоном. Мясо могло сохраняться сколько угодно, если его время от времени просушивать. Это было весьма кстати, так как я также иногда выносил на солнце, сильно уменьшился. В то время, в неделе пути от Маркизских островов, я часто погружался в размышления, думал о прошлом, о будущем, о настоящем. Думы отвлекали меня от однообразия бескрайнего океана. Долгие часы я мысленно оглядывал свой жизненный путь. Меня наполняли счастливые воспоминания о нашей любви, наших встречах, свадьбе. В моем мозгу снова вставали те злосчастные обстоятельства, которые так надолго разлучили нас, и которые я преодолевал, плывя через океан. Я сидел на крыше рубки, подставляя тело солнцу и ветру, слушая плеск и рокот волн, и глядя на пенистый след, оставляемый яхтой. Думалось мне легко. Мысли приходили сами, незваные. Неважно, о чем я думал, гораздо важнее самый факт, что я не переставал думать. Утром 18 августа, определив свои координаты, я решил, что на Маркизских островов остается не больше трех дней пути. В моем судовом журнале были заполнены почти все девяносто страниц. Со дня отплытия из Панамы прошло 85 дней, а я в свое время рассчитывал добраться до Сиднея за 80. Мэри уже ждала меня, но я надеялся, что она получила мое письмо с Галапагоса, в котором я все объяснил и сообщил новый срок приезда. В полдень 20 августа яхта находилась на 9 градусах 5 минутах южной широты и 135 градусах 50 минутах западной долготы. Маркистские острова были уже совсем близко. Я часто взбирался на мачту и пристально вглядывался в горизонт, надеясь увидеть темную неподвижную полосу суши на фоне серых облаков и бушующих волн. Но наступил вечер, а ее все не было. Над морем летало много береговых птиц. Птицы-ботсманы, глупыши, альбатросы, фрегаты, крачки, я был уверен, что где-то к югу от меня находится цветущий тропический остров Хива-Оа, рассказы о котором я слышал еще в Панаме. Совсем недалеко, вероятно, справа по курсу должен быть Уахука, а дальше на западе остров Нукухива. В этот вечер я часто выходил на палубу и, стоя у правого борта, вглядывался во мглу, напрягал слух, ожидая услышать глухие удары волн о коралловые рифы. Вокруг было тихо и пустынно, но я знал, что земля где-то рядом. Когда наступил рассвет, к северу от яхты я увидел землю впервые за двадцать дэви снег рифы Doesnто двадцать дэви дэвид ч evь Продолжение следует...